возвышающий сам себя, будет унижен. Хочешь, чтобы Бог тебя возвысил, что? Унижайся. Все противоречит. Но тем не менее, он увидел на этом мероприятии, что люди сами себя возвышают. А как человек может сам себя возвышать? Когда он говорит, я вот это лучше делаю, я вот это лучше знаю, я вот это лучше могу. Внутреннее есть возвышение. Знаете, внутренне так хихикает. Я лучше это могу. Внутреннее такое есть возвышение. И поэтому законы Царства Божия, они вот именно такие. Но это еще и не все. Вот я не знаю, как вы, но мне бы уже праздник немножко был бы испорчен для меня. Потому что если бы я был бы вот в среде вот этих людей, которых он заметил, в числе званых, мне было бы немножко как бы уже неуютно. Потому что он бы попал бы в точку. А теперь посмотрите, вот здесь еще серьезнее. То есть ты пришел в гости. Тебя пригласил этот начальник. И посмотрите, 12 стих. Сказал же и позвавшему его. То есть он при всех еще к хозяину дома, к тому, который его позвал. И там еще все серьезнее оказалось. Смотрите. И он говорит ему. Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей своих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых. Кого ты позвал? Ты сделал пир. И кого ты позвал? Иисус говорит им. Кого? Соседей богатых, родственников, близких, друзей, знакомых. Ты позвал тех людей, которые могут тебя позвать. Тех, от которых ты бы мог получить воздаяние. Знаете, вот такое? Ну, давай. В это Рождество мы ужинаем у тебя, а уже в следующее Рождество уже будем у нас. Ну, ладно, давай. И готовим. Ну, мы в это Рождество у нас, а в следующее Рождество будем у них. Дашь на дашь. Вот я ему помог, ну, а ему же куда деваться? Он теперь тоже мне может помочь или должен даже помочь. Он должен. И вот Христос заметил вот эти две вещи на том ужине. Никто не ожидал. Вы знаете, Христос как бы Он копает. Он не просто поверхностно смотрит на человека, Он испытывает сердце, испытывает мотивы. Почему я здесь? Почему я это делаю? Почему я нахожусь вот? Почему я пригласил этих людей? Почему я их угощаю? Он смотрит как бы глубже. И Он увидел в людях. И в хозяине дома Он тоже это увидел. Он говорит, не зови тех людей, которые могут тебе воздать. Вы знаете, ведь Христос Он тоже и про Себя говорит. Он говорит, ты зачем меня позвал? Ну, для чего ты меня позвал? Мы же зовем Иисуса. Для чего? Для чего мы пытаемся угодить Богу? Для чего мы пытаемся что-то для Бога сделать? С какой целью? Чтобы Он нам воздал? Правда или нет? А Он что говорит? Не с этой целью. Если ты зовешь, посмотрите, делаешь пир, то Он говорит, ты зови нищих, увеченных, хромых, слепых. То есть Он перечисляет категорию людей. Нищие это кто? У него денег нет. Он тебе даже беляш купить не сможет. Потому что он нищий. У него ничего нет. Посмотрите. Увеченный. Такому ты и в гости не пойдешь, если Он тебя позовет. Увеченный там, на лицо или руки, или ног нет. Ты даже в гости к нему не пойдешь. Скажешь, зачем? То есть те люди, хромые, слепые, слепой, зовет вас слепой, говорит, пошли ко мне в гости, я там пир приготовил. Он говорит, нет, ты зови, зови именно тех людей, которые тебе воздать не смогут. Не то, что не хотят, не захотят, которые не смогут тебе воздать. И вот именно от этого ты будешь счастлив, ты будешь блажен. И более того, Он говорит, так как эти люди, которые не смогут тебе воздать, они не смогут тебе воздать, то Бог говорит, я тебе воздам. И у нас всегда стоит выбор. Мы что-то делаем для людей, ожидаем, что люди нам воздадут. И мы проигрываем, потому что если мы ожидаем от людей, что они нам что-то воздадут, то Бог нам тогда не воздаст. А Христос говорит, а вы стремитесь к тому, чтобы Господь воздавал вам. А чтобы Господь воздавал, что нужно сделать? Нужно делать людям добро, благословлять их и не ожидать от них воздаяния. Раз. А более того, стараться делать людям вот эти добрые вещи, добрые дела. Стараться тем людям делать, которые не могут воздать. По каким-то определенным причинам. Вот это закон Царства Божия. И тогда Бог тебе воздаст. Я не знаю, как вы, но если бы в мой адрес я бы пригласил вас в гости, вы бы мне начали так тыкать и говорить, кого ты пригласил? Тебе надо... Ну, мне было бы немножко так не по себе. Я его пригласил, тут утку есть, а он меня тут тычет, что я сделал правильно, что неправильно. И тем не менее, Христос так поступает. Он так являет свою любовь. Он желает в таких ситуациях, чтобы мы проанализировали наше сердце, и нашу жизнь. Поэтому, друзья, когда вы приглашаете Христа в свой дом, в общение, будьте готовы к тому, что Господь будет поправлять вас. Что Господь будет указывать вам на ваши неправильные, какие-то мотивы, неправильные поступки. И все это для того, чтобы мы научились с вами жить законами Царства Божия. Аминь. Итак, один вечер, один ужин, и люди услышали две великие истины. Первая. Возвышаешь сам себя, будешь унижен. Унижаешь сам себя, будешь Богом возвышен. Раз истинный. Вторая истина. Старайся делать добро. Если ты хочешь, чтобы Бог тебе воздал, старайся делать добро людям, которые воздать тебе не могут по определенным причинам в своей жизни. Вот два закона Царства Божия за один вечер. Слава Иисусу! Друзья мои, и еще один секрет я вам скажу. Вот сейчас у нас время. Рождество. Накрываем столы, приглашаем друзей, родственников. Да? И, конечно, приглашаем Христа, чтобы Христос был посреди нас. Слушайте. Если приглашаете Христа, Он приходит. Незримо, невидимо, Духом Божьим Он пребывает с нами вместе. Разделяет с нами пищу. Вы физическую, плотскую, а Он духовную. И вот, слушайте, Он обязательно вам откроет какую-то истину, добрую истину, которую вы сможете приобрести. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Продолжение следует...